Сегодня в Государственной Думе очередной правительственный час. Для встречи с депутатами приходит заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Юрьевна Голодец. Соответственно, разговор пойдет по широкому кругу социальных проблем. Одно из последних публичных выступлений Ольги Голодец было ее выступление в январе на Гайдаровском форуме. Делая это свое выступление, она признала несколько вещей. Во-первых, признала тот факт, что уровень доходов населения страны в последние годы снижается. Признала тот факт, что полтора миллиона человек вынуждены жить и зарабатывать за границей. Признала то, что почти 5 миллионов граждан нашей страны вынуждены довольствоваться заработной платой на уровне МРОД. На уровне минимального размера оплаты труда, который, я извиняюсь, составляет 7,5 тысяч рублей. Фракция КПРФ всегда говорила о том, что и ныне установленный МРОД, и ныне установленный прожиточный минимум, который лишь на 2 тысячи больше, это даже не уровень бедности, это уровень нищеты в нашей стране. Мы говорим о том, что оба показателя нужно как минимум в ближайшее время увеличить в полтора раза, а в дальнейшем в два раза. Кроме этого, не может быть минимальный размер оплаты труда ниже прожиточного минимума. Это тоже наша принципиальная позиция. Правда, правительственные чиновники в последнее время говорят о необходимости приравнять два показателя, но только те действия, которые они предпринимают, указывают на то, что они не столько заработную плату собираются повышать, сколько, начиная с декабря месяца, взяли курс на снижение установленного прожиточного минимума. Мы не можем согласиться с такой позицией, не можем согласиться с таким подходом. Мы не случайно голосовали против принятого на этот год бюджета и бюджета на трехлетку. Нас не устраивает то, что этот бюджет не является бюджетом развития и не решает никаких социальных проблем. Особенно возмущает то, что за ближайшие три года на четверть должны уменьшиться расходы на сферу здравоохранения. Мы не можем согласиться с теми предложениями, которые в последнее время исходят из уст правительственных чиновников. Это и предложение о том, что необходимо ввести налог на безработных. Это и предложение о том, что необходимо забирать квартиры с долги, даже если это единственное жилье. Это предложение о том, что необходимо повысить пенсионный возраст. Мы категорически не согласны с такими подходами. Предложения КПРФ известны. Мы уверены, что доходную часть российского бюджета можно увеличить с 13 трлн рублей до минимума 20. Это позволило бы решить многие проблемы. Здесь перед вами мои коллеги по фракции. И я хотел бы предоставить слово первому Николаю Васильевичу Коломейцеву, заместителю руководителя фракции. Сегодня у нас выступает вице-премьер, который отвечает за развитие человеческого капитала. Вот в России в продаже появился 25-й доклад с 90-го года о развитии, о человеческом развитии. О чем он говорит? Он говорит о том, что, к сожалению, правильно признанные на Гайдаровском форуме тенденции, о которых Ольга Юрьевна говорила, она еще сказала о том, что столетия революции характеризуются чем? Вот Великая Октябрьская социалистическая революция сделала 4 фундаментальных вещи. Гарантировала 8-часовой рабочий день, гарантировала бесплатное образование и здравоохранение. И, конечно же, побудила всеобучу всю страну. Что происходит сегодня? Обратите внимание. У нас сегодня Алексей Леонидович Кудрин, который продолжает разрабатывать нашу политику, он признал, что одним из главных ограничений, которые стоят перед российской экономикой, он, правда, не назвал кредитно-денежную политику бездарную с нашей точки зрения, он назвал отсутствие квалификации. А я вас спрашиваю, разве не реформы образования привели к внедрению ЕГЭ и убиению лучшего в мире на 90-й год системы образования? Разве не Болонская система лишила нас квалификации? И разве не продолжение этих всех вопросов сегодня стимулирует нашу деградацию? У нас сегодня 38-м пунктом наш закон образования для всех. Он, с нашей точки зрения, он как раз вернул бы России первый завет 100-летней давности, вернул бы возможность получения квалифицированного образования. Второй момент. Обратите внимание. Целый ряд СМИ сообщили о том, что сегодня у нас просроченная задолженность по исполнительным листам за прошлый год выросла на 19,8% и составила для физических лиц 5 триллионов, для юридических еще 4 триллиона. Ну, вы можете себе представить, что 72 миллиона граждан и 75 трудоспособного населения в принципе обременены неоплаченными исполнительными листами. Это о чем говорит? Это говорит о том, что экономическая политика, проводимая в стране, она в принципе не стимулирует развитие человеческого потенциала. По вот этому докладу Россия входит в пятерку стран, которые находятся в зоне эпидемии ВИЧ-инфекции. У нас за 15 лет ВИЧ-инфицированных увеличилось в 2,3 раза. Ну, разве об этом есть дискуссия в обществе? Разве предпринимаются какие-то шаги, которые бы позволили, ну, в общем-то, исправить ситуацию? Кроме того, сегодня колоссальная проблема с задолженностью по зарплате. С нашей точки зрения, эта проблема зыждется на необъективности статистических и трудовых инспекций. Почему? Обратите внимание. В Государственную Думу официально, ежемесячно поступает информация о задолженности по зарплате. Вот за прошлый год она больше 3 миллиардов не была. Но в то же время в отчете Роструда написано, что за прошлый год Роструду удалось добиться погашения задолженности 26 миллиардов. Ну, если только 3 было, откуда 26? Но мы считаем, что на самом деле реальная задолженность по зарплате, она порядково выше. Почему? Потому что предприятия, находящиеся в банкротстве, почему-то не попадают в зону учета статистики, хотя как раз именно там формируется значительная часть задолженности. Ну и, конечно же, последнее, о чем хотелось бы сказать. Сегодня мы считаем, что, ну, наверное, в том числе и под давлением наших выступлений возобладал здравый смысл о принятии закона о бессрочности приватизации жилья. Потому что мы выступали в первом чтении за. Единая Россия рассказывала, что это невозможно. Я вот сегодня хочу послушать, как же они будут объяснять изменение позиций. Хотя мы считаем, что в данной ситуации это восстановление справедливости. Вот я на этом могу назовем. Тамара Васильевна Плетнева, председатель комитета по делам женщин, семьи и детства. Да, действительно, мы только что приехали из регионов, где я проводила прием граждан. И я подтверждаю слова нашего одного из руководителей, который только что выступал. Действительно, по заработной плате огромные долги. И то, что у нас не учитывается это в стране и в регионе в самом, стараются это скрыть, это однозначно. А как же интересно людям жить, когда они даже свои вот эти маленькие копейки не получают. А мы говорим о том, что она действительно голодец. В прошлом году сказала 3 миллиарда с небольшим. Но это абсолютно не так. Поэтому первое, о чем добились уже, вот наши товарищи выступали и принято решение теперь. С шахтерами разобрались все-таки. Им будут выплачены. Но это шахтеры. Это особая статья. А вот то, что по всей стране простые люди не получают свои копейки, это безобразие. Это вопрос нам нужно поднимать. И я думаю, что я сегодня его буду задавать премьер-министру обязательно. Кроме того, в нашем комитете он социальный, женский, детский, семейный. И все эти вопросы, естественно, к нам стекаются. Первый вопрос, который мы должны поднять сегодня на уровень тоже правительства, это молодые семьи. Мы говорим о демографической политике. Мы говорим о том, что у нас должны рождаться дети. А как же, если посмотреть у нас количество разводов, больше, чем половина. Этот вопрос уже в Думе мы озвучивали. И как же у нас молодая семья будет жить, если она себе никогда не может позволить купить жилье. Поэтому, да, в правительстве есть тоже предложения. Они действуют, что у нас надо им давать льготные кредиты и так далее. Но это тоже не спасение. И тем более, что все это переложили на плечи региона. Второй вопрос, который у нас в комитете обсуждается, это дети-сироты. Дети-сироты получают сегодня жилье. Но получают в основном вторичное, либо непригодное. А если начали давать хорошее, то на 5 лет. Но мы думаем, что это, наверное, правильно. Потому что ребенок, который вышел из детского дома, он еще и распоряжаться-то не умеет. Ни имуществами, ни деньгами нормально. Поэтому 5 лет это будет наим. А потом уже можно приватизировать. Однако этот вопрос стоит остро, потому что дети-сироты у нас. И в вузы поступают у нас тоже есть проблема. Не все они могут учиться за эти вот средства, которые им небольшие стипендии платят. Такой я вопрос вносила, когда бюджет рассматривали. Однако, сказали, таким образом ответ был, что, вы знаете, всем одинаково не надо. Давайте не одинаково. Давайте мы сделаем малоимущим побольше стипендию. А тем, кто не нуждается, вообще не будем платить. Но, тем не менее, вопрос не двигается ни с места. Следующий вопрос тоже очень важный. Это наши папы в основном, хотя есть и мамы, алюменщики. Общий фонд алиментный не создается правительством. И у нас страдают, в принципе, дети. Потому что отцы скрываются в основном. И государство тоже на себя не хочет брать вот эти обязательства. Поэтому вопросов социальных очень и очень много. Но самый главный вопрос, его тоже уже озвучивали сегодня, это вопрос о том, чтобы заработная плата была не такой, какая она есть. Мы же боремся с коррупцией. Мы же боремся с тем, чтобы у нас все было наглядно, честно, по-белому платили и так далее. Но, тем не менее, мы видим, что и черные налы еще действуют, и вот эти вот конвертики еще действуют, и вообще не выплачивается зарплата. И она не приравнена к прожиточному минимуму. Ну и как учитель я не могу не остановиться на вопросе по образованию. Закон, который мы действительно вносим, наша фракция замечательный. Там 48 позиций, которые резко отличаются от того закона, который сегодня действует. И самое главное, я хочу, чтобы меня услышали и учителя, и родители. Это для них важно. Если мы не отменим вот это пресловутое именное государственное обязательство, когда выплачивается не столько, сколько нужно для существования школы, а только на отдельного ученика, у нас будут закрываться школы. Их 24 тысячи с половиной уже закрылись по стране, в основном сельские. Поэтому этого допускать ни в коем случае нельзя. Иначе получится так же, как с детскими садами. Их сначала закрывали, а потом программу давайте построим. Слава Богу, эта программа действует, и она в основном, хоть не полностью, но уже решена. Поэтому сейчас нам нужно обратить внимание именно на школьную программу. Николай Иванович Асачи, Комитет по здравоохранению, несколько слов. Уважаемые коллеги, социологические опросы конца 2016 года и начала этого показывают, что вопросы медицины и здравоохранения относятся сейчас к числу самых острых для населения. Не случайно и средства массовой информации в тех или иных аспектах постоянно уделяют этому вопросу большое внимание. Конечно, здесь много аспектов, которые в коротком выступлении отразить нельзя. Я коснусь буквально одного из них. На наш взгляд, на взгляд нашей фракции, многие проблемы, связанные с этой областью, они отражают отсутствие сегодня существования системы в данном вопросе, централизованного управления. Отсюда перебои в льготном лекарственном обеспечении регионов, когда регионы, например, мой Краснодарский край, в котором я живу всю жизнь, представляет большие запросы, потребности по лекарственному обеспечению, но Минфин и другие структуры правительства постоянно это сокращают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова